Продолжение следует... Будут открыты, установлены посты номер один, обязательно будут включены и зажжены вечные огни в память об этом красивом дне. И самое главное, что народ будет ждать этого праздника и готовится. В обязательном порядке все ветераны, участники боевых действий будут навещены. Сейчас они проходят медицинское обследование и получают соответствующее лечение, чтобы их здоровью ничего не угрожало. А уже в скором времени их навестят школьники, которые лишь по рассказам знают о тех страшных буднях. В прошлом году мы когда посещали ветеранов, вот один мальчик, ему наверное лет 8, он когда начал стихотворение ветерану читать прямо тут, в квартире. А ветеран заплакал и говорит, ой, как же так хорошо ты читаешь, сынок. И говорит ему, а ты воевать будешь? Я воевать не буду, я служить буду. Работа с молодежью – основное направление деятельности Оркомитета Победа. На заседании был рассмотрен новый проект «Читаем детям о войне». Реализовать идею планируют уже в ближайшее время. Посрещаться с ребятишками в течение, допустим, 20-30-45 минут, это всегда можно подумать, как правильно сделать. Просто ребятам не только прочитать, а в общем-то сопроводить рассказом, дискуссией, сравнением с сегодняшним временем. У нас и сегодня, согласитесь, есть герои. Поисковые движения, вахта памяти, уроки мужества, тематические выставки и многие другие проекты. На совещании прозвучала инициатива о проведении шествия, в котором примут участие собаки. Ведь служебные псы тоже воевали и погибали на полях сражений. Эту и другие новые идеи подробнее рассмотрят и примут решение уже на следующем совещании. Кристина Жакот, Константин Никитин, Новости Ульяновской правды.